Я считаю, что я прожил очень хорошую, интересную, красивую жизнь. И если Господь возьмёт меня, я тоже к этому очень спокойно отношусь. Да, болезнь серьёзная, да, но сейчас всё это лечится. И я надеюсь, что организм не подведёт меня, что он мне поможет. Поэтому отношусь к этому спокойно. Мы больше никогда не услышим, как Николай Петрович говорит. Галя, хлеб! Галя, хлеб! Говорю, хочу жрать на чистом глазу. Никогда больше не услышим, как Галя ругает Николая. Никогда больше не услышим, как Костю называет Люсей. Никогда больше не услышим фразу. Египетская сила! Все эти слова ассоциируются с человеком, который подарил детство каждому из нас. 1 сентября не стало великого актёра нашего детства – Бориса Клюева. Борис на протяжении двух лет боролся с раком лёгких. Но всё же болезнь победить ему не удалось. Может, название этого видео звучит глупо? Как можно ещё здесь отреагировать? Грусть, печаль, скорбь и так далее. Но после того, как я прочитала, что сказал Георгий Дронов, он же Костик Воронин, я была безумно шокирована, как к Борису относился весь актёрский состав. Один умер, а другой выздоровел. Люди рождаются. Пап, что за чушь ты несёшь? Не забивай голову ерундой! Умрёшь? Сколько ты успел сделать, столько и сделал. Георгий Дронов так отреагировал. В такие минуты очень трудно говорить. Ведь Борис Клюев умер только что. С Борисом Владимировичем я проработал бок о бок 10 лет. Мы с ним виделись каждый день. Он был для нас примером оптимизма, профессионального отношения к делу. Всегда готов к работе, настроен на победу. Всегда открытый и весёлый. Борис Владимирович из кинематографического папы стал папой для всех актёров, всей нашей съёмочной группы. Думаю, нам всем будет его не хватать. Нам его уже не хватает. Все эти 10 лет мы жили и продолжаем жить всей нашей дружной семьёй. Высказался Дронов. Иначе у сериала не было бы такого успеха. Не было бы у героев ситкома «Всенародной любви». И это правда. Борис Владимирович ушёл из воронинской семьи и из наших семей. Да, я так думаю, что он из всех семей ушёл. Мы все осиротели. Екатерина Волкова, которая сыграла в сериале «Роль Веры», выложила пост в своём инстаграм и написала «Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съёмку, мы вас все называли папа, и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие. Не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху. Я вас очень люблю. Спасибо, что вы всегда были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моём сердце и в сердцах своих зрителей». Анна Фроловцева, которая исполнила роль жены Николая Петровича Галины, говорит «Я не могу ничего говорить. Я сама нахожусь в шоковом состоянии. Понимаете, я даже не в Москве. Переживаю, как там Вика, Виктория Клюева, жена Бориса Клюева. Возможно, ей помощь нужна. Только 4 сентября буду в Москве. Ничего не могу сказать. Я сама нахожусь, как в штопоре», рассказала о своём состоянии Анна Фроловцева. Станислав Дужников, который исполнил роль Лёни, говорит «Муж, кумир, актёр, учитель, легенда, наставник, друг, человек, человек, которого теперь с нами нет, светлая память». Юлия Куварзина, исполнившая роль жены Лёни, также в Инстаграме написала «Светлая память, дорогой наш Борис Владимирович. Мы осиротели. Так горько, что ничего не поправить. Спасибо вам и вечная память». Марина Илюхина, которая исполнила роль Маши, написала «Просто не могу поверить. Как же так? Мой самый любимый дедушка. Я тебя всегда буду любить и помнить. Спасибо за всё. Царство небесное тебе». А телеканал СТС написал «Долгие годы Борис Клюев был частью семьи СТС. Для нас это огромная человеческая потеря. Все наши мысли с близкими Бориса Владимировича. Мы соболезнуем и скорбим вместе с ними». Также телеканал СТС запустил День памяти Клюева. В пятницу будут показывать Ворониных в память Бориса Клюева. Всем хотелось бы пожелать здоровья. Здоровье – это самое главное. Потому что всё остальное – это приходящее. А здоровье – это самое главное. Вот я хочу всем пожелать. И вам в том числе здоровья. И всем зрителям, кто присутствует и смотрит на здоровье. Напишите письмо себе в прошлое. Дорогой Боря, никогда не сдавайся. Иди только вперёд. Верь в свою судьбу. Верь, у тебя всё будет хорошо. Ты всего добьёшься. Ты достоин этого. Удачи. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал. И будьте в курсе самых последних и актуальных новостей. Пишите ваши комментарии. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok